Итак, давайте немного посмотрим на экономическую мысль двадцатого, двадцать первого века, так, со стороны для того, чтобы было понятно. И да, ну, в краеугольном углу все эти прелести, насколько вы знаете, стоит, что образовать, то есть людей как-то учат и чему-то учат. У нас, когда касается бизнеса, сразу же возникает, так сказать, некая стезя, которая говорит, что есть школу, бизнеса, которые добились успеха, да, вот американская школа, они равны школам переговоров. Американская школа бизнеса, японская школа бизнеса, европейская и советская школа бизнеса, кремлевская, так сказать. Давайте посмотрим, что они говорят, эти школы. ну, в Японии, вы знаете, все построено на уважение. Строгая ракия и уважение. При этом, так сказать, японцы держат первенство во всех электронных, как бы, отраслях. И почему-то, неизвестно почему, ни один американец за последние 200 лет не назван богом менеджмента. Вы помните, первый бог менеджмента, кого Торва в США окрестила, и Япония окрестила богом менеджментом, был руководитель Форда, Крайслера и так далее, и тому подобное. То есть это был знаменитый человек, он написал клипу карьера менеджера. Его звалили Япония. А второй сегодня, который считается лучшим из лучших, непонятно, почему это никому не ведомо. Почему он лучший из лучших? Он инженер по образованию, человек-изобретатель, сделавший хозяин Фуджи, сделавший немало в области инженерии, фотодела там и так далее, и тому подобное. Киничо Майя, все это японцы. Все. Это все в мире на сегодняшний день. И у Киничо Майя, как и у другого такого же товарища, существует книга, и я одна. Невидимый континент на сегодняшний. И остальные тенденции этого невидимого континента изложены, так сказать, в выступлении его в Москве перед бизнес-элитой, так сказать, России в 2007 году. Киничо Майя один из первых, который сказал с трибуны официально о том, что система образования американская, европейская, японская, никуда не гонится. Он первый человек, который сказал, что один чек в отрасли сегодня может сделать больше, чем целая компания. Это первый человек, который это сказал. И за такие революционные идеи он поехал в Японию и живет сегодня в Японии. Потому что Америка его революционных идей что? Не принял. Зато это приняло Япония и очень хорошо продвинулась на мировом рынке, поэтому как бы походу. После этого его идеи принял Китай и тоже нормально продвинулся на мировом как бы рынке. И давайте же посмотрим, чему учат сегодня. На рубеже 21 века в мире появляется человек, который пишет пять книг подряд. Его зовут Джин Коррис. Он четко дает понять в очень тактично американской мировой. Что он ничего в общем-то в жизни своей не сделал как такового. Но он человек, который занимается исследованиями экономики и бизнеса методами прикладной истории. Точнее статистическо-математическими методами. В чем разница между американским бизнесом и сегодняшним? Как учат всех и то, что говорит Бог? Он говорит так, что давайте посмотрим, как действовали люди, которые добились величайшего успеха, равных которым нет. В Америке принято управление на базе видения. То есть я вижу, вы не видите, мы идем за мной. то есть, американская модель. Сначала определяется конечный инцидент, который видит некий босс. тенденцию. После этого, под этот конечный инцидент подбираются люди, которые нужны для выполнения этого конечного инцидента. и после этого взаимодействие этого руководителя и людей приводит к достижению этого конечного инцидента. Так выглядит американская модель. Вкратце. Коллинз пишет, что те, кто добились выдающихся успехов, никогда в жизни так не поступали. Вообще-то в жизни не поступали. Они действовали иначе. А они сначала появлялись в компании. Потом обставляли себя своими людьми. Потом готовили их на высоком профессиональном уровне. Неважно, что делать было с таким людьми, можно было делать все, что угодно. Потому что они справлялись с любыми задачами, которые генеральный их ставит. И поэтому возникало что? Любое количество конечных инцидентов, которые нужно было добиваться, и эти люди совершенно спокойно, достаточно малым количеством этих людей справлялись с тем, что американские корпорации не могли справиться годами. иначе действовать нельзя. Смотрите, понимаете, прикладная наука знает это миллионы лет. ничего большего я никогда в жизни не преподавал. Ванн. 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 все считали и считают по сей день, что? Все должно быть как. Иначе нанимайте людей, которые лучше вас, руководите ими. Но Коринс первый, кто сказал, что так ничего не получится. Люди, которые лучше вас, никогда в жизни не станут работать на вас. И поэтому Америке заставить человека, который лучше вас работать на вас по определению что невозможно поэтому сегодня американское общество состоит наполовину из самозанятых людей в этом есть и вот такие идеи изложил коллинз в свою книги которая называется построенные наличие то есть тот кто хотел заниматься чем-то не окружив себя предварительно подготовленными людьми способными справляться с любыми задачами был всегда в этом мире обречен на жуткое поражение